Почему новый ЛК-тест для водителей не понравился Путину? Авто, правовым курсом 22 ноября 11.53 Почему новый ЛК-тест для водителей не понравился Путину Количество недовольных россиян превысило прогнозы чиновников Артем Краснов, комментарии в просмотрах 2815 На фото, очереди за медицинскими справками для водительских прав Фото, Егор Алеев, ТАС С 22 ноября в России должен был радикально измениться порядок водительского медосмотра Предполагалось, что он станет не только значительно дороже До 7 вопросительный знак в 10 тысяч рублей, но и жестче Всех водителей предполагалось проверять на склонность к алкоголизму с помощью высокоточной аппаратуры В последний момент, буквально за 12 часов до вступления поправок в силу Власти поставили процесс на паузу Однако от идеи не отказались полностью Что предлагается? Новая редакция приказа Минздрава номер вопросительный знак 344 Н Вводит обязательный нарко- и алкотест для всех категорий водителей Это касается как выпускников автошкол при первичном получении прав Так и опытных водителей при продлении удостоверения Обычно раз в 10 лет, или его восстановление после лишения Проходить нарколога нужно было и раньше, но процедура была формальной Врач проводил осмотр и проверял водителя по базе данных А стоило это порядка 250 вопросительный знак 400 рублей Лабораторные проверки проводились в случае подозрений Новый закон делает их обязательными для всех водителей Новый закон спровоцировал невероятный ажиотаж Накануне 22 ноября наркологии почти всех крупных городов России Столкнулись с беспрецедентным наплывом водителей Стремящихся получить медицинскую справку на старых условиях В конце концов, жалобы были услышаны И чиновники решили приостановить действие нового закона на неопределенный срок Идею раскритиковал даже президент Владимир Путин Назвав ее чужью и предложив сделать введение таких мер поэтапным Путин опять удивился бедности россиян А правительство не знает куда потратить триллион После 20 лет нахождения у власти Президент начал понимать реальное положение дел Всех разозлила цена Самым больным вопросом стала стоимость новой процедуры Потому что она обходится в 5000 рублей Эту сумму водители оплатят из своего кармана К этому добавляются услуги остальных врачей Окулист, психиатр, терапевт Стоимость которых зависит от категории прав и выбранного медцентра В среднем за медосмотр на категорию По новым правилам требовали бы 7 вопросительный знак 8000 рублей На категорию с ИТИ 8 вопросительный знак 10 тысяч рублей Почему так дорого? У водителей предполагалось брать на анализ мочу И кровь из вены для дорогостоящих лабораторных исследований Мочу отправляют на химико-токсикологическую экспертизу Чтобы проверить наличие 10 типов психотропных веществ Каннабиодиов, кокаина, амфетамина, опиатов, барбитуратов, метадона и т.д. Кровь же проверяют на алкоголь Но ищут будут не самый теловый спирт А так называемый CBT Белок или карбогидрат-дефицитный трансферин Он считается маркером алкоголизма При единичном употреблении алкоголя CBT Не повышается Но при регулярных пьянках растет и сохраняется в крови Даже после многодневного воздержания Период полувыведения CBT Белка составляет порядка двух недель То есть за месяц концентрация падает лишь в четыре раза CBT Тест стоит порядка 3600 рублей Поскольку требует сложного оборудования Именно поэтому до реформы он применялся лишь для очевидных алкоголиков К этому добавляет 1300 рублей за наркотест И общая сумма близка к 5000 Что будет, если тест покажет наличие веществ? Согласно приказу Минздрава Номер вопросительный знак 344 Рейн водителей направит на подтверждающие исследования Которые проведут за счет государства А если вопрос так и не прояснится Назначат комиссию в составе психиатра-нарколога Невролога и терапевта Которые примут решение Если водителя признают алкоголиком или наркоманом Ему грозит не только отказ в выдаче Продлении Прав Но и постановка на учет Права Действие которых приостановлено по медицинских показаниям Впоследствии можно реанимировать Но для этого снова потребуется прохождение медкомиссии В любом случае плохой результат в первых тестах Приведет к затягиванию процедуры Поскольку повторные исследования и комиссия назначаются не сразу Могут ли тесты показать ложный результат? Пока водителей и президента больше всего возмущает цена Но есть и другие проблемы В частности, ложноположительные результаты тестов До сих пор лабораторные исследования мочи и крови Применялись для подозрительных водителей Например, если они доставлены на медосвидетельствование полиции Или в ходе планового медосмотра Выявлены признаки употребления наркотиков Поэтому практики поголовно проверки на наркотики и алкоголизм пока нет И наверняка возникнут спорные ситуации Так, психотропные вещества содержатся в некоторых лекарствах Которые продаются без рецепта Классический пример Фенобарбитал Который является активным компонентом корвалола и волокордина Неликвид Машины, которые сложно продать вечные автомобили На которых придется ездить долго Либо сбывать за копейки Впрочем, большая часть психотропов является либо откровенными наркотиками Либо входит в состав сильнодействующих лекарств И если врач назначает их Скорее всего, вождение такому человеку в принципе противопоказано Что касается Тест на алкоголизм До сих пор он применялся редко и По имеющимся данным Его точность не стопроцентная На результаты может влиять наличие некоторых заболеваний Состояние беременности Применение гормональных препаратов А потому ложные срабатывания вполне возможны В теории пограничного водителя должны исследовать более предметно И если причина действительно в чем-то Помимо алкоголизма Врач должен дать разрешение на выдачу прав Но, вполне вероятно В России будет действовать презумпция виновности И доказывать правду водителю придется за свой счет С помощью независимых экспертиз и судов Правильно, что отменили С одной стороны, проблема наркоманов и алкоголиков с правами стоит в России достаточно остро С другой, причина не в отсутствии дорогостоящих тестов А в формальном подходе к процедуре медосмотра со стороны самих врачей В том числе и за распространение частных клиник Которые берут чуть больше Зато пропускают водители почти не глядя В случае с новыми исследованиями пройти их можно было бы только в государственном или муниципальном медцентре Имеющем лицензию Однако это не исключает появление серых схем Которыми будут пользоваться в первую очередь имена алкоголики и наркоманы И складывалось впечатление Что новые правила не столько бы повлияли на количество наркоманов за рулем Сколько раскошелили бы водителей Поэтому новость о приостановке действия приказа воспринимается как шаг обратно к здравому смыслу Жаль только тех, кто отстоял ночную очередь в наркологию зазря Новости России Ужесточение правил прохождения медкомиссии для водителей оценили эксперты Редактор субтитров А.Семкин